Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Начинаем выпуск. Зима прошла в Алтайский край в ноябре. На выходных улицы региона замело снегом, а на дорогах появился гололед. Справляются ли дорожные службы с последствиями непогоды? Узнайте далее. За считанные сутки Барнаул превратился в снежный городок. Павловский трак, проспект Ленина. И центры периферии оказались во власти непогоды. 130 единиц техники боролись с последствиями сильного снегопада. Собрали больше 3000 кубометров снега и это всего за один день. В прошлом году на такие объемы вышли только в январе. Еще одна проблема – гололед. В первую очередь обрабатываются участки дорог, опасные для движения транспорта. Это спуски, подъемы, перекрестки, путепроводы, мосты, остановки общественного транспорта. После чего уже при необходимости дорожные службы переходят на сплошную обработку проезжей части песчано-соляной смеси. Тем не менее, без происшествий не обошлось. Так на Павловском тракте в сторону поселка Комсомольский автомобиль вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением на заснеженной дороге. Это как на Комсомольский ехать? Вон, на том трамплине подлетел. Застал ли барнаульцев расплох на ябрьский снегопад? И рады ли они внезапно наступившей зиме? Эти вопросы мы задали горожанам. Вот сейчас иду, куртку купил только что. Уже тестирую, опробую. Погода как-то нравится? Конечно. Ждали снега, зима на дворе как-никак. То есть погода такая вас не огорчает совершенно? Да совершенно нет. Не холодно, но ветер, снег. Ну, вроде плохо. Мне нравится. А почему? Ну, смена погоды, смена сезона, смена какой-то обстановки, все равно это приятно. Как-то все-все белое. На этом борьба со стихией только начинается. К концу недели ожидается сильное похолодание до минус 27 градусов. А значит, противостояние с гололедицей на дорогах продолжится. А к концу ноября, по прогнозам синоптиков, на Алтай вновь вернутся снегопады. Владислав Кирьянко, Роман Хайрулин. Новости. Переждать непогоду водители большегрузов теперь смогут на спецстоянках вдоль федеральных трасс. Давайте посмотрим, где именно они находятся. На Чуйском тракте переждать непогоду можно на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле придорожного комплекса грани Алтая. В районе Барнаула грузовика можно остановиться у Маяка и возле Облепихи. По направлению к республике Алтай в селе Полковниково с Ростках, а также возле Никафуд в Троицком районе. На трассе А-322 стоянки для грузовиков работают на 12-м километре. Выезд из Барнаула. В Топчихе, Олейске, Шипунова и Поспелихе. Все площадки рассчитаны на размещение большегрузного транспорта и комфортное пребывание водителей. Чем живет современная Германия? Об этом на своем поэтическом вечере библиотеки имени Шишкова расскажет немецкий поэт Мориц Гаузе. Участник международных литературных проектов. Его стихи входят в немецкие поэтические антологии. Два года Мориц прожил в Киргизии, о чем написал в книге «Медитация за супермаркетом». На творческом вечере в Барнауле он расскажет о жизни провинциальных городов Германии и поделится впечатлениями о Средней Азии. Начало встречи сегодня в 17.30. Художник-постановщик премьерного спектакля Алтайского театра драмы «Время женщин» номинирован на престижную национальную премию «Золотая маска». Юрий Намесников – главный художник Саратовского академического театра драмы. Участник российской недели моды. На главную театральную премию страны «Золотая маска» он номинирован за работу над костюмами в спектакле «Винил» Красноярского музыкального театра. Воронольским зрителям Юрий Намесников знаком как сценограф и художник по костюмам постановки режиссера Марины Глуховской «Время женщин». Премьера состоялась в Алтайском театре драмы в сентябре этого года. Кстати, увидеть спектакль вновь можно 8 и 16 ноября. Спешите с билетами. А у меня пока все. Я желаю вам хорошего дня. Увидимся в эфире.